Вы знаете, есть такая присказка, что ровно в полночь Золушка превратилась в тыкву, но принца был уже не остановить. Вы знаете, первый, кто про тыкву сказал не как про карету, а про Золушку, были вы в интервью 2007 года. Да, газете «Труд». Вы сказали, что в 35 лет Золушка превращается в тыкву, и с этим ничего не поделаешь. Ну, имелось в виду для людей вашего ремесла. Прошло 11 лет, изменилось? Я очень хорошо просто понимал, как, что. Знаете, на удивление, так как моя семья была далека от мира искусства, в плане, ну, как бы, нас окружали люди очень известные, да, вернее, ту семью, в которой я рос. Ее окружали известные люди, потому что они приходили в гости. Они когда приезжали в Телис, там, я видел разных очень знаменитых, очень великих, и с некоторыми из них часто общался. Но дело не в этом. У меня была возможность смотреть на то, как люди не понимают, что они уже неинтересны, неактуальны, а некоторые из них кичились. Потом был советский пантеон звезд, да, и я из школы вышел. Это рухнул Советский Союз. И, знаете, вот была переоценка ценностей, когда появилось звуковое кино, когда звезды звукового кино вдруг резко их смела волна, да. Вот то же самое происходило вот в тот период, когда я вышел из школы. А так получилось, что так как я очень быстро стал известным артистом, ну, таким на гребне, который был, да, и я очень как-то приглянулся Маргарите Эскиной, она тогда была главой Дома актеров, она меня очень рано пригласила, привлекла, и я попал вот в это созвездие советского пантеона, в гущу как бы на всяких праздниках, новых годах, ну и так далее. И я за ними стал наблюдать, а это все были мои кумиры, это были люди, от которых я когда-то там сходил с ума, чьи-то фотографии я вырезал. И мне настолько было странно, как все себя ведут, как они, ну, потихонечку не оценивают уже ни свой возраст, ни свое положение, ни свою актуальность, что у меня вот была вот такая вот, вот это все, вот детство, вот это становление юношества, попадание в, ну, как бы, в какую-то известность. Потом я стал очень быстро, и с самого начала, с самого-самого начала я был артист, который танцевал «Государственные визиты» всегда. И потому у меня с самого детства, когда еще в школе учился, я постоянно перед кем-то выступал из очень важных персон, и потом уже в театре постоянно, то у меня была другая, ну, как бы, как правильно сказать, другой взгляд на, вот я вижу там президента или королеву в телевизоре, вдруг вот они ко мне подходят после спектакля. Я вижу какого-то депутата известного в телевизоре, а он ко мне подходит, ну, допустим, Старовойтова, да, «Царство небесное», она регулярно ходила на мои спектакли, если она оказывалась в Москве, и каждый раз заходила за кулисы, говорила, вам что-нибудь надо, я чем-то вам могу помочь. И только когда ее не стало, вот когда пошли репортажи о ее вот уходе, я тогда только понял значимость этой женщины, потому что я был молодой артист, я был занят постоянно рептициями, каким-то гастролями. И вот вы понимаете, когда ты вот вдруг понимаешь, что все имеет финал, а так выглядеть, как некоторые, смешно, глупо, мне очень не хотелось, очень не хотелось. И я себя вот с очень раннего возраста убеждал, что карета превращается в тыкву, что у всего есть свое время, что есть... у грузин есть очень хорошее выражение «сезонис маймуни», как бы сезонная обезьянка. Это как говорили обычно о людях, которые не по сезону одеты. Вот знаете, когда ты вдруг зимой одеваешь летнюю вещь или летом одеваешь что-то, ну, чтобы просто показать достаток или... но твоя одежда не соответствует, или твое поведение не соответствует действительности. И вот мне вот этой сезонной обезьянкой быть совсем не хотелось. А так как люди, среди которых я вырос, да, очень часто пренебрежительно говорили, ну, разные такие фразочки, у меня их очень много внутри. И они, как, знаете, как какой-то колокольчик, очень часто звучат у меня в голове. Вот вдруг у меня мысли очень часто проносятся какие-то... Я сразу начинаю оценивать, что вот так не хочу, или так хочу, или вот так бы мне не хотелось. Ну, я понимаю, что, ну, все имеет свой конец. И слава богу, наверное, тогда было бы неинтересно жить, если бы не было канала. Или если бы не менялось что-то, да? Не надо меня проверять. Не надо, надо. Нет, я при камерах не буду делать, я все равно сделаю. Маша из Тюмени на Камчатку. Интриганки. На гастроли и за крабами для любимого салата. Так, Камчатка. О, тихо. Маша, тихо, моя лапочка. Маша! Браво! Я здесь стану. Так, Николай. Из Хеодосии во Владивосток. Тромбосим, брошка. Ох, похоже, ты шпагата не обойтись. Коля, брошки, 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 брошки. Коленька. Я-то сяду, но зачем? Даже моих 111 за 111, по-моему, не хватит. Хватило! Ой, хватило, Коля, хватило. Красота-то какая. Еще сколько так сидит? Нет, все, можно вставать. Так. А теперь все в Москву. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Маша. Оп. А Коля? Я и так могу. Ой, красота какая. Коля, ты красавец. Спасибо. Продолжение следует...